Чтобы интерьер кухни выглядел дороже, надо просто сделать ее из всего самого дорогого, скажете вы и будете неправы. Все мы втайне мечтаем сделать трешку из однушки и построить тадж-махал за 200 тысяч рублей. Но на самом деле сделать так, чтобы кухня выглядела дорого и при этом стоила вменяемо, возможно. Сначала я пройдусь по внешним признакам кухонного гарнитура, потом мы заглянем внутрь и обсудим ее наполнение, которое может стоить как половина кухни, а затем обратимся к нюансам оформления пространства. Но прежде хочу сразу отметить, что кухня, демонстративно показывающая все свое великолепие, может выглядеть отнюдь недорого, а как бутафория, подделка, особенно если она воплощается не во дворце императора, а в малогабаритной комнатушке. Поэтому с нарочитым шиком, блеском и роскошью надо быть осторожны. Сомнительные ручки неимоверно дешевят внешний облик кухни, потому что всем своим видом отсылают нас в прошлый век, когда в мебельной индустрии никаких других решений, как открыть фасад, кроме как дернуть его за ручку, еще не было. Конечно, бывают красивые ручки, и иногда за счет лицевой фурнитуры создается весь внешний облик, но чаще всего встречаются очень подозрительные варианты, которые всем своим видом кричат о том, что гарнитур был выбран самый бюджетный. К тому же ручки могут быть травмоопасны, можно удариться головой, зацепиться карманом и так далее. А если в угловых секциях возникает конфликт открываний, то они могут еще и зажимать пальцы, а это очень неприятно. Хорошее бюджетное и нейтральное решение – свес фасада. За свес фасада открывать дверцы гораздо удобнее, легче, не нужно как-то прицеливаться, и подойдут они во всей стиле, в том числе и классические. А в нижних ящиках можно обустроить профиль. Изящество и лаконичность придает кухням тонкая столешница. Спрашивайте во всех кухонных производствах вашего города. Их уже многие научились делать, просто спросите. К тому же европейские кухни задают тренд на столешницу без свеса. Столешницы со свесом все равно не защищают фасады от капель, хотя изначально их именно для этого и выдвигали, и для защиты тех самых торчащих ручек. Но теперь тонкие, заподлицо встроенные столешницы придают кухне визуальной дороговизны. Всегда удорожает внешний вид кухни полновстраиваемая бытовая техника. Она, конечно, и фактически все удорожает, не только на вид. Но это одно из самых фундаментальных вложений, которые даст очень положительный и ощутимый визуальный эффект. Тут важно запомнить одно. Не старайтесь встраивать белые или светлые кухонные приборы и бытовую технику под светлые столешницы и кухонные фасады. Цвет в цвет вы все равно не попадете. Что-то будет более желтым или почти холодным, почти голубым. На фоне молочной кухни белая духовка будет дешевить. Ну и к тому же у нее все равно будет черный квадрат из стекла. От черных элементов вы никуда не денетесь. Так что лучше не пытаться подобрать одно под другое, а сразу поставить все приборы черные. К тому же светлые приборы зачастую дороже, чем черные. Для формирования на кухне упоительного лоска и феерической роскоши нам еще потребуется отказаться от накладной металлической раковины, которая выпирает за плоскость столешницы. Лучше обратить свое внимание на модели, которые подклеиваются снизу. Такие варианты есть очень даже недорогие. Либо которые встраиваются заподлицо со столешницей. Хотя эти варианты всегда подороже и не с любой столешницей подружатся. Теперь о наполнении. Наполнение кухни многочисленными выдвижными ящиками, держателями, разделителями, выезжающими сетками, вращающимися стойками. Очень увлекательно, но жутко дорого. Самое дешевое наполнение кухни – это просто распашная дверка и пару поперечных полочек внутри. Наполнение кухни может стоить и как сама кухня – фасады и короба, а иногда и дороже, особенно если ставить туда всякие выдвижные сетки, открывания на электроприводе и подсветки внутренних шкафчиков. Если вы хотите создать вид дорогой кухни и пожертвовать наполнением, то можете выбрать самый бюджетный каркас, который в закрытом состоянии для гостей будет выглядеть дорого, но заполнить его вы сможете сами. Например, используя вот такие вот корзины или полочки. Выдвижные секции можно заменить подобными выдвижными полочками, которые можно разместить внутри шкафов. Или разместить на задней части фасада такие держатели для крышек, губок, тряпочек. Я себе так закрепила полотенчики на верхний фасад. И теперь во время готовки могу выправить полотенчика над рабочей поверхностью кухни и закрыть фасад. Очень удобно и компактно. Приклеивать подобные штуки хорошо бы на такие липкие крючочки или двусторонний скотч, который меня уже не раз вручал. На него можно и новогодний декор приклеить, и картину к стене, и много чего другого. Вместо красивых выдвижных корзин за 15 тысяч рублей вы можете взять держатели для пакетов и прикрепить их внутри шкафчиков. В ящики можно добавить пластиковые разделители, вместо тех, которые предлагают производители кухонь. А в угловые шкафы, которых, конечно, на самом деле стоит стараться избегать, потому что они всегда все усложняют и создают сложные для хранения углы. Вместо дорогих выдвижных или поворотных механизмов можно ставить подобные крусельки. Важная ремарка. Мы сейчас говорим исключительно об альтернативе дорогому наполнению с наворотами. На крепежной же фурнитуре лучше не экономить. Хорошие петли, подъемные и выдвижные механизмы прослужат вам долгие годы и сэкономят очень много нервов. Если вы делаете на фартук керамическую плитку и затираете плитку светлой затиркой, то есть вероятность, что вы добавите кухонному гарнитуру деревенского простодушия и подчеркнете швы. Швы между плиткой на фартуке лучше делать либо в близком к плитке цвете, либо чуть темнее. А быть может даже лучше и гигиеничнее использовать монолитные поверхности. Не стоит на кухне использовать слишком прямолинейные образы. Не увлекайтесь скинале и фотопечатью эмоциональных для вас объектов, потому что помимо эстетической сомнительности, вы, ваши любимые эфелевы башенки и мальдивские пляжи, за кастрюлями, прихватками и поварешками едва ли увидите. А кухня при этом будет вся в нечитаемых цветовых пятнах. Лучше закажите хорошую картину на заказ, либо несколько картин. Сейчас очень много художников, которые готовы рисовать картины на заказ, и вы можете легко их найти в пучинах интернета. И иногда это могут быть очень даже приятные цены. Вы можете заказать ваш любимый образ Парижа, и это будет настоящее искусство кисти художника. И этот объект будет действительно удорожать интерьер вашей кухни, будет говорить о вас как о человеке со вкусом. Хотя вот я, конечно, больше люблю беспредметное искусство, особенно для современных интерьеров. Потому что в интерьере главное вы и ваша жизнь, а предметное искусство уводит ваши мысли в размышления о чужих жизнях, странах, мечтах или образах, которые там изображены. А у некоторых в жизни этого отвлечения внимания так много, что хочется, чтобы хотя бы иногда интерьер ни о чем не напоминал, а просто создавал приятную атмосферу отдыха и визуальной тишины. Но в любом случае, какие бы сюжеты на картинах вы не предпочитали, картины очень хорошо работают на удорожание внешнего облика интерьера и кухни в частности. Проведено множество исследований, в том числе маркетинговых, чтобы лучше продавать товары. И эти исследования выявили зависимость между цветовыми предпочтениями, доходом и образованием. Конечно, здесь бывают исключения, статистика показывает лишь общий тренд, но тем не менее люди с большим достатком и образованием чаще выбирают спокойные пастельные сложные цвета. Поэтому чаще всего дорогие линейки духов, косметики и мебели выпускаются в спокойных цветовых палитрах. А броские и раздражающие цвета чаще встречаются в бюджетных линейках. Так что цветом вы тоже можете удорожить внешний вид кухни, выбрав спокойные черные, белые, серые, бежевые цвета и неброские фактуры. Ну а я напоминаю, что уже несколько лет у нас есть курсы по дизайну и подготовке к ремонту. Также курсы для профессионального погружения, которые мы с командой, терзаемой собственным перфекционизмом, постоянно обновляем и дополняем, чтобы вы получили всю информацию без воды, четко и по делу. Ознакомиться с ними можно по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал и звоните в колокольчик. На этом все. Всем дизайн! Субтитры сделал DimaTorzok